Говорят, что мы, то есть россияне, самая читающая нация в мире. Хотелось бы этому соответствовать и дальше. Мы в Утреннем Фрэше каждый день читаем свежую прессу, которая еще даже не поступила в продажу. Самое интересное в рубрике Extra Virgin. Итак, открываем и начинаем. Что тебе понравилось больше? Мне вот этот материал очень запомнился. Слагаемое счастье называется. Прошла такая своеобразная церемония после Дня всех влюбленных, на которой были отмечены пары. Ну, каждая за свое, да? И вот Ольга Бузова, ну как всегда, выделилась. Кто такая Ольга Бузова? Все приходили парами, получали награды. Вот, например, Татьяна Волосожар, Максим Траньков стали самой какой? Парой года. А вот Ольга Бузова пришла... А Катя, она уже старенькая, ей буковки маленькие, поэтому она очень медленно читает. В общем, смысл в чем? Ольга Бузова пришла в майке, на которой нанесен портрет ее любимого, и написано «Мой», вот, с хэштегом. Так что если... В общем, одна пришла. Хэштег вот такой, кстати, не очень хороший, мне кажется, это вообще хэштег. Если приходишь, вот у тебя сначала решеточка стоит, а потом написано «Мой». Так что, друзья, давайте что-то менять. Главное, чтобы на фотографии решеточка не висела. Вот мой любимый Антонио Бандера вместе с новой девушкой переехал в Лондон. Всегда приятно читать такие новости. Он купил графскую виллу в графстве Суррей за 3 миллиона евро, и сейчас вместе с своей новой подружкой Кемпел... 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 То есть он, вероятно, с ней в караоке ходил, вы понимаете, да? И с Кемпел, вот, и говорит, а с кем я вчера пел? А она отозвалась, говорит, я Кемпел. Вот, и все, и понимаете, и вот так вот как можно стать подругой знаменитости. А «Как я провел зиму» называется следующий материал. Ну, любимая Катина актриса Нонна Гришаева со своим мужем. Они отдохнули с детьми в Сочи, во-первых, а во-вторых, еще съездили в путешествие в Мексику. Представляете, как хорошо зарабатывают российские актеры? Давайте считать чужие деньги. Давай посмотрим Надежду Бабкину. А Надежду Бабкину не будем считать? Считайте Надежду Бабкину. Надежда Бабкина совершила подвиг, я считаю. Какой? Она, во-первых, выехала в Париж. И не умерла? Извините. Нет. И устроила своему любимому сыну день рождения на верхнем этаже Эйфелевой башни. Он вот мечтал всю жизнь справить день рождения на высоте птичьего полета. А она взяла ему и устроила. Да я восхищаюсь Бабкину. Всего 41 год мальчик мечтал. Да? Ему уже 41. Я стесняюсь спросить, сколько Бабкиной. Не надо. Так, что тут еще? Что тут еще? Ну, стандартный пляжный отдых от глюкозы, но тоже она его, смотри, разнообразила. Он нестандартный, понимаешь? Она заказала в интернете себе и дочкам костюмы русалочек, так как они очень любят их, этот мультик. Вы понимаете, я думаю, что все было так. Обычно просто глюкоза, да, заказывала себе где-то в Париже, в Милане дорогие костюмы выходные, да? И тут же на какое-то мероприятие заказала в Китае. Вот. Ну, а сами понимаете, в Китае всегда можно ждать 50 на 50, да, чего тебе закажут. И вот, как вы видите на картинке, пришли хорошие костюмы, но почему-то с хвостами. Выкрутилась глюкоза, молодец. Еще один интересный материал, любопытный, я бы сказала. Почему вы не поехали отдыхать? Спросили наших звезд. Ну, например, вот нашу коллегу практически с первого канала, ведущую Доброго утра. Не практически, а ведущая Доброго утра. Что вы что-то будете скрывать-то, да? Конкурентка наша прямая. Понимаешь, почему мы про конкурентов все говорим? Правильно? Пусть Паша. Коллеги, наши коллеги. Она жалуется, что некогда ей отдыхать. Все время работала. Ей 31 декабря работала, и весь январь работает. Прямые эфиры не отпускают, как нас с тобой. Дняшка, господи, мы два года работаем и ничего не жалуемся. Мы любим свою работу, мы не хотим в отпуск. Все, начитался. Все, сведших новостей на сегодня больше нет. На этом завершаем нашу рубрику «Экстра Вёрджин». Рецепты аппетитных завтраков. ВД.ру